всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня вторник и второй наш день второй выпуск нашего общения с мариной нашего разговора на тему беременности и того что мы ожидали вступая беременность и того что с нами приключилась на самом деле по итогу сегодня продолжаем разговор если вы не видели вчерашний выпуск и хоть не хотите пропустить ничего интересного то посмотрите сначала вчерашний выпуск а потом возвращайтесь к нам и мы уже продолжим нашу беседу я устала ну да усталость это конечно вот тоже еще один момент который я не ожидала в беременности то есть мне казалось что все-таки наверно это будет я всегда думал о том как каково это нести живот потому что я всегда думая о потенциальной беременности я думала что наверное это тяжело сейчас я понимаю что мне Мне тяжело просто нести себя в люди. Да не то, что нести, мне просто глаза открыть тяжело. Я просыпаюсь, и я понимаю, что вот мне нужно в туалет в очередной раз. И это для меня целое происшествие. Вот это реально происшествие и путешествие до туалета для того, чтобы просто сходить, извините, по-маленькому. Не, ну я согласна. Ты встаешь с кровати, ты встаешь, ты сделаешь минутный выдох. И все. И только потом начинаешь шаги. Ну вот у меня, по крайней мере, так. Нет, у меня не так. У меня при чем? На прошлой неделе я посыпалась вся. То есть я не только беременная огромная, я еще, мне кажется, старею сильно быстро. Потому что у меня что-то защемило в бедре ночью. Короче, я понимаю, что у меня сводит бедро и всю ногу. Я на этой стороне уже спать не могу. Учитывая, что спать нельзя на животе, спать нельзя на спине, теперь и левая сторона у меня тоже отказала. Соответственно, бедная моя правая получает на себя весь удар. И я, как только я двигаюсь, помимо того, что я хромала, как старая женщина, у меня еще что-то там хрустит и кликает в тазу. То есть там то ли что-то раздвигается, то ли что-то там отвалилось. Я не знаю. У меня там что-то все время кликает. И мне реально больно, потому что малышок, он крутится-вертится, и когда он головой вниз, он очень низко ложится, и он прям головой мне хреначит в кости и в шейку матки. Если он головой вверх, то мне кажется, он так сидит, смотрит, а, мамкина писька, ни хера тебе ногой, блин, на, понимаешь? Это просто одища. И я просто представляю, как мой муж на меня смотрит. Вот эта прекрасная барышня, понимаешь, шикобаба из Риги, на которой он женился, превратилась в просто дикобраза огромного, с поломанным бедром, кликающим тазом, хромающая, понимаешь? У нее там слюни. И спросим, если бежели в ручке. Да, у меня сопли, слюни со всех сторон текут, и я вот так вот ковыляю, еле-еле дыша в своих шортиках и с коленками, блин, и ковыляю в туалет, понимаешь? Ну, черт, вот это реальная беременность. Ну, полюби меня такой, как говорится. Да не, ну, только попробуй меня не полюби. Ну, как будет, без вариков. Ну, знаешь, еще, с чем я тоже как бы не понимала и не знала, что так будет? Например, опять же, да, когда я на работе, мне нужно там пройти, у нас есть лифт, слава богу, но нужно пройти пару лестничных пролетов. Так. Вот это прям сложно. Вот ты проходишь буквально, сколько там лестниц в пролете, не знаю, там, да? Ну, проходишь 10 ступенек, 12-20, все. Это ужас, я не понимаю, как ты это делаешь. Я стою, держусь за стену, все, я дышу. Я себя чувствую прям, знаешь, ну, мне кажется, наверное, курильщики могут, может, так после бега, не знаю, на дистанции какие-нибудь себя чувствуют. Но мне прям нужно дышаться, я стою. А ты мне лучше расскажи, как ты до работы доезжаешь? Как ты вообще можешь работать? Потому что я, конечно, понимаю, что я буржуярский. Я не понимаю, как в этом состоянии можно концентрироваться и работать. Ну, сижу на стуле, закидываю ноги на, поднимаю их кверху на блок, значит, этот компьютерный, да? Ну, как-то так стану, похожу раз в час обязательно у меня марафет по коридору до дамской комнаты. Ну, это логично, да, естественно. Это как бы понятно, да. Ну, а так более-менее пока. Может быть, я себя этим тоже немножко в тонусе пытаюсь держать. Не знаю, сколько я продержусь еще, но вот пока держусь. Но вот говорю, дышать тяжело уже. Дышать тяжело, когда ты много, вот если ты пройдешь, ты реально устаешь. Конечно. Ну, то есть ты прям устал. Эта усталость, вот ее так не объяснить даже. Ну, вот оно прерывается дыхание, становится прерывистым, и все, тебе нужно выдохнуть. И все, ты стоишь. Я не могу отличить там тренировочные схватки. Ну, в этом есть. Я не могу еще понять. Я тоже не понимаю. У меня тоже как бы живот каменеет по вечерам, отпускает, каменеет. Я предполагаю, что может быть это тренировочное, а может быть это тонус. Я не знаю, да. Ну, как бы, не знаю, нужно ли на этом заморачиваться сейчас. Я не думаю. Я тоже так и думаю, ладно. Что это? Ну, колит, ну, там, конечно, что-то будет колоть, потому что, ну, а как без этого? Ну, уже такой срок, что дальше идут сложнее. Дальше будет лучше, да. Дальше только лучше. Но, знаешь, в любом случае, хоть как бы мы не набирали вес, как бы мы не менялись, и как бы беременность. Понятно, мы сейчас шутим, смеемся и ставим акцент, вот, по крайней мере, я ставлю акцент на всех этих неудобствах и таких вот не очень привлекательных, да, сторонах вот этого процесса. Все равно я понимаю, что это все стоит того, и на самом деле я очень благодарна своему мужу, потому что лучшего партнера я для себя не могла бы вообще представить. То, насколько он меня любит. И даже если я знаю, что врет, гад врет же он мне. Ну, не знаю, странно. Ну, когда он мне говорит, что я самая красивенькая, и пузико у меня там это, и трется вокруг меня, как обезьянка, понимаешь, и с малышом разговаривает. И действительно, в те моменты, когда случаются непредвиденные ситуации, да, вот как раз-таки у нас вчера такая случилась, и нам пришлось ехать к врачу. Об этом я расскажу в отчетах о беременности, но вот именно его реакция, то, как он реагирует, когда я вижу волнение его в глазах, страх в его глазах, да, заботу и то, насколько для него это важно, на самом деле самое важное для него сейчас это я и малыш, то, конечно, это аннулирует абсолютно все вот эти негативные эмоции по поводу того, что вот какая я ужасная, потому что вот даже ты рассказываешь, да, мне кажется, ты как-то более рационально и спокойно все это воспринимаешь. Для меня, хоть я и не зацикливаюсь, и раньше я циклилась больше, все равно я на себя смотрю, и я переживаю, потому что я понимаю, что мне все не нравится. Особенно в те дни, знаешь, когда у тебя плохое настроение, ты можешь проснуться злая, у тебя, может быть, это гормоны, я не знаю, или просто тебе что-то вот раздражает, то вот для меня это как снежный, знаешь, ком, что вот еще, вдобавок к этому, я еще и толстая, жирная, отвратительная, как мне кажется, потому что я не люблю свое тело. Я не была просто никогда. Конечно, и я не люблю это свое тело, и мне еще кажется, что все на меня смотрят и думают, господи, какая она ужасная. И вот у меня эти мысли в голове есть, они, может быть, можно сказать, какие-то там поверхностные, типа, о чем же ты думаешь, но мы же женщины, ну, женщину нас же никто не отменял, и в любом случае ты задумаешься о том, как ты выглядишь, как твой муж на тебя смотрит, потому что, извините, в конце концов, как бы женился-то он на худенькой, а сейчас, ну, сейчас как, да? Ну, знаешь, опять же, вот я тут с тобой полностью соглашусь, что, во-первых, нам с тобой повезло, у нас реально мужья, которые нас поддерживают, и за это им большое спасибо, и это очень важно в этот период, да, потому что тоже, когда муж приходит с работы, он разговаривает с малышом, он думает, ой, какой красивый животик, это, безусловно, очень приятно. Конечно. Это даже приятнее, если он там тебе, тебе что-то скажет, ой, какая-то красивая, он обращает внимание на малыша, и это, вот для меня сейчас это важнее. И поэтому, конечно, я смотрю на себя в зеркало, и я себе не нравлюсь, ну, то есть, я имею в виду внешне, там, да, там, по лицу моему, там, опять же, говорю, смотрю там на эти толстые руки, мне кажется, я своей рукой одной могу убить уже, уже, понимаешь? Ну, я развернусь так, ребёнышка. Ребеты и работы можешь производить. Да, понимаешь, ну, как бы, то есть, ты понимаешь, что у меня нога тяжёлая. Ну, то есть, это всё есть, но это, на самом деле, всё настолько меркнет с вот этим внутренним самоощущением своим. Конечно. Как ты себя чувствуешь. И, конечно, сейчас вектор полностью переместился на ребёнка, на то, как он себя чувствует, как ему хорошо там или нет, потому что ты же прислушиваешься, ну, особенно я маленькая, вообще, как бы, мне кажется, повернутая, я каждый это сижу, слушаю, прислушиваюсь, что-то как-то пытаюсь, опять же, избежать какой-то паники, но всё равно бывают такие волнительные все эти моменты. Ещё самое главное, да, наш финал ещё впереди. Конечно. И он такой волнительный. И опять же, ну, а у тебя как со снами, кстати, со сном? Вообще, ты имеешь в виду сплю или нет? Тебе, нет, тебе снятся сны? Нет, вообще нет. Серьёзно? Ну, я знаю, что в беременности с женщинам снятся странные сны, то есть это гормональная история. Мне снятся безумно странные сны. Они яркие и какие-то очень реалистичные. Они бредовые. И бредовые. Это нормально в беременности, мне ни хрена не стится, хоть бы развлекалась. Нет, я просыпаюсь и лежу. Нет, мне снятся, такая чушь снится, что вот... Это нормально. Это вообще, нет, я тоже считала, да, что как бы вроде нормально, но вот это, кстати, изменилось, потому что до беременности мне сны очень-очень редко снились, то есть это прям крайне такие случаи были, когда что-то... А сейчас, ну вот реально я каждую ночь просыпаюсь и думаю, что за чушь вообще у меня снилась. Ты пытаешься смотать, да? Кто эти люди, кто там приходил ко мне во сне, вообще непонятно зачем и что они делали. Ну, это, кстати, да, такое изменение я заметила. А всё остальное, да, это сосредоточение именно на малышей, на то, как ему, шевелюшки. Да, конечно. И всё, больше остальное, ну, да, ну, бегемот я в зеркале. Ну, надеюсь, изменится вся эта картинка и вернётся, как бы, ну, всё на круги своя. Ну, рассмотрим. Хорошо, тогда последний мой вопрос. Расскажи, как вы готовитесь к родам и какие твои мысли, ощущения, волнения, страхи? К родам мы готовимся. Да знаешь, ну, опять же, как к родам мы готовимся, это такой выбор, во-первых, роддома, да, потому что мы живём в Приморском районе. В Приморском районе всё-таки сложно с роддомами в плане того, что там центр Алмазово есть, куда, ну, то есть не всех могут привезти там только по квотам или за деньги, да. Ну, мы рассматриваем, конечно, хотели бы рассматривать платный вариант родов, так как беременность мы ведём, ну, в частной клинике. Хотели бы и роды, конечно, рассматривать платный вариант, но здесь самое главное найти, опять же, врача-акушера. То есть своего врача-гинеколога я нашла, к чему очень рада. Вот теперь вот я очень именно сосредоточена на поиске акушера, который будет со мной, я надеюсь, во время родов. Вот наш диалог с мужем насчёт того, что будет ли он всё-таки присутствовать на родах или нет. О, это отдельный вопрос, да. Ну, да, но в итоге он очень долгое время прям отрицал эту идею. Но он был очень против. Да, ты знаешь, он был очень против, он прям вообще не принимал для себя этой мысли. То есть это для него был стресс, он бы переживал за меня, потому что он бы увидел, что мне больно. Конечно, конечно. Вот именно из-за этих всех моментов он не хотел. Сейчас он более благосклонен. Он даже рассматривает этот вариант? Он чуть-чуть стал мягче в этом вопросе. И мы рассматриваем вариант, что да, на момент, может быть, схваток, он всё-таки будет со мной, а потом выйдет. То есть, конечно, на сам-сам-сам вот этот процесс появления малыша на свет, его точно не будет, он просто этого не выдержит. И я не хочу, чтобы врачи помогали ему, а не мне. Да. Это как бы тоже. Но посмотрим, на момент схваток вроде бы как согласился присутствовать. Ну, посмотрим. Я уже тут не буду давить на него, потому что это чисто его выбор. Ну, то есть я не смогу его заставить. Конечно, я не могу. Это не нужно для этого делать, да. Потому что я даже не знаю, если честно, как мне будет проще. Может быть, мне проще было бы одной. Не знаю. Потому что, опять же, я такой человек, что если будет кто-то близкий, вот почему я бы не хотела, чтобы мама, например, со мной была. Потому что мама, она бы меня жалела. Не знаю, мне кажется, мама бы меня плакала, видя, что мне больно. И всё, я бы плакала вместе с мамой, потому что мама меня жалеет. И то есть, а здесь как бы, ну, такой процесс, да, что это очень серьёзная, сложная работа, сами роды. И поэтому тут, конечно, нужна собранность и сконцентрированность. Вот не знаю. Опять же, как пойдёт. Поэтому сейчас мы, да, мы ищем очень усиленно акушеров, ищем роддом. Потому что отзывы я уже устала читать. Это ужас. Потому что отзывы, конечно, больше негатива. Про все роддомы. Ну, потому что позитив же никто не пишет. И, естественно, пишут, когда что-то с тобой произошло не так. И тогда вот во всех красках прям пишут. Я даже помню, я читала комментарии касательно 17-го роддома. В 17-й роддом я езжу на УЗИ. То есть, все свои УЗИ в Петербурге я делаю только там. Потому что там есть вот доктор Каштанова, которая для меня это просто божество. И я её обожаю. И она просто невероятный профессионал. И, соответственно, вот УЗИ я делаю только у неё. И со всех параметров, с того, как она работает, как она общается, как она себя ведёт, она просто превосходная. Но я читаю комментарии, что 17-й роддом самый худший на свете вместе со всей этой Каштановой. И ужас какой. И самые ужасные люди. И я не понимаю, как это возможно. Ну, люди все разные. Видишь, что подойдёт тебе, например, не подойдёт другому. Конечно, конечно. Но здесь больше речь о том, что, опять же, если читать эти комментарии, я думаю, не стоит забывать, что сильно работает конкуренция. Есть люди, которые специально пишут негативные комментарии и так далее. Ну, то есть, на это полагаться не стоит. Следует сходить и посмотреть вот эти роддомы. Если ты выбрала там три, то каждый из них посетить и поговорить и с врачами, с акушерами. В общем, насколько это вообще возможно. Потому что врач может быть невероятно профессиональным и компетентным. Но вы с ним не сошлись психологически. И если вы с ним эмоционально и психологически не сошлись, то тебе с ним будет некомфортно. Ты не сможешь как бы вот это переусилить. Особенно вот в такой важный момент. Поэтому здесь, конечно, выбор, он сложный. Да, потому что, например, я не приемлю, когда на меня грубо именно со мной разговаривают. Ну, то есть, а многим, наоборот, нужно, чтобы там, не знаю, один раз-то орали. Да, конечно. И все. И тогда девочка собралась и все во внимании. Я, например, не такой. Мне, я отрицаю, наоборот. У меня аналогично, да. Крик вот этот. Просто спокойно мне скажите, я все сделаю. Ну, как бы, то есть, опять же, да, кому-то подошла, кому-то не подошла. Поэтому тут надо сходить на консультации, я считаю. Вот я там выбрала, там пару роддомов, схожу на консультации, посмотрим. Опять же еще, что очень важно в выборе, уже дальше после родов, там, не знаю, есть ли реанимация, какое оборудование. Конечно, естественно. Там очень много аспектов, да. Да, есть это не в каждом роддоме. Хотя, в принципе, в Питере считаются хорошие роддома. Ну, посмотрим. Это тоже такое, конечно, дело случая, как, что пойдет. Не все от нас, к сожалению, зависит. Ну, будем надеяться, как говорится, на самое лучшее. Хорошо. Спасибо тебе большое за нашу беседу. Мне было очень интересно. Я надеюсь, что и вам было интересно. В комментариях внизу обязательно пишите нам ваши вопросы или, может быть, ваши истории того, как вы себя ощущаете в беременности, особенно в районе 30 недель. Согласны ли вы с нами или у вас, может быть, другой опыт. Если вам будет интересно, мы, кстати, можем даже попробовать найти еще третью будущую мамочку, которая, собственно, в платье, в шпильках и вся вот прям божественная. И с ней поговорить, как же она себя чувствует. Чем она нам нужна, скажи, на нашем фоне. Знаешь, чтобы это себя помочь, будем мазохизмом заниматься, собственно. Будем на Яфоне смотреться еще больше. Ну, места ей много не нужно, будет она сюда, в принципе, вклиниться. Постоит где-нибудь. Здесь постоит. Ну, в общем, ладно, шутки шутками. Пишите в комментариях вашу историю беременности, задавайте нам вопросы, и мы будем рады на них ответить. На этом мы заканчиваем сегодня выпуск. Всем желаю доброго дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok